В прошлом видео мы с вами зарегистрировались на безлимитном хостинге. В этом видео давайте развернем на данном хостинге движок Joomla. Подробнее об этом в этом видео. Итак, прежде чем установить движок на хостинг, нам нужно подготовиться. Для начала нам нужно скачать дистрибутив Joomla последней версии. Я рекомендую качать дистрибутив с официального сайта joomla.org на момент записи урока последней версии Joomla 3.9.1. Скачивайте отсюда дистрибутив. Я уже авторизован в панели хостинга. Что делаем дальше? Переходим в менеджер файлов. Переходим в корневой каталог нашего домена. Это папка www. И наш тестовый домен. Заходим внутрь. Здесь мы видим штатный архив с документом. Они нам здесь не нужны. Выделяем их. И удаляем. Теперь нам нужно загрузить движок Joomla на хостинг. Находим иконку закачать. Нажимаем. Выбираем файл с компьютера. Находим на компьютере дистрибутив Joomla. Выделяем. Открыть. Нажимаем ОК. И ждем процесса загрузки движка на хостинг. Теперь нам нужно распаковать данный архив. Выделяем его. И находим иконку извлечь. Распаковать архив. И у нас уже показан путь куда. То есть у нас уже правильный путь. В нашу папку с нашим доменом. Она у нас выделена. Здесь нам нужно только лишь нажать ОК. Видим вот здесь путь к нашему домену. И весь архив Joomla распакован. Чтобы не загромождать дисковое пространство хостинга. Ну несмотря на то, что у нас безлимитный. Я привык к частоте. Сам архив. Он нам здесь не нужен больше. Выделяем его здесь. И нажимаем удалить. ОК. Практически любой движок сайта не работает без базы данных. Нам нужно ее создать. Прежде чем продолжить к установке самой Joomla на хостинг. Для этого мы с вами переходим вот здесь в колонку базы данных. Видим, что здесь у нас ничего нет. Нажимаем на кнопку создать. Придумываем оригинальное название базы. Английскими буквами, не русскими. Если у нас все правильно, у нас здесь помечается галочка зеленый. Имя пользователя. Я напишу то же самое. Придумайте какой-то сложный пароль к базе данных. И обязательно куда-то его сохраните. Далее. Подтверждение пароля. После этого нажимаем ОК. Идет создание базы данных. Итак, база создана. Переходим до мены. Копируем наш тестовый домен. И вставляем ее в адресную строку браузера. У нас открывается первая страница установки Joomla на хосе. Итак, так как это тестовый сайт, можем пока не заморачиваться и написать любые здесь данные. Главное, знайте, что из админки Joomla, когда мы все сделаем, эти данные все легко изменить. Поэтому название сайта. Я пишу демо. Описание можно не заполнять. Адрес электронной почты. Логин админ. Но если у вас рабочий сайт, я не рекомендую использовать логин админ в целях безопасности. Используйте какой-то уникальный логин авторизации. И, соответственно, сложный пароль. Повторить пароль. Нажимаем Далее. На втором шаге нам нужно прописать данные базы данных, которые мы с вами только что создали. Возвращаемся в админку хостинга. Переходим с вами в базу данных. Помним, что у нас имя базы Федор. У вас свое имя. Соответственно, имя пользователя проставляю в Федор. Имя базы данных в Федор. Пароль. Тот, который вы создали к базе данных. Проставляем в соответствующее поле. Имя сервера базы данных оставляем в Localhost. Нажимаем на кнопку Далее. Этот шаг у нас пройден. Можете установить демо данные. Это предустановленные данные. Сайт будет уже наполнен демо статьями, демо меню и так далее. То есть, если вы хотите просто демонстрацию сайта видеть на Joomla. Если вы хотите чистую Joomla, где вы будете сами все делать, то здесь ничего не меняйте. Самое главное на этой странице это вот эта конфигурация. Здесь должно стоять все в положении «Да». Это говорит о том, что данный хостинг полностью отвечает всем требованиям движка Joomla. После этого мы нажимаем с вами «Установить». Идет процесс установки Joomla на хостинг. Нужно дождаться ее окончания. У меня это быстро все произошло. Почти все осталось установить языковые пакеты на сайт, чтобы у нас все было на русском языке. Для этого мы нажимаем с вами на кнопку «Установить языковые пакеты». Выбираем тот язык, который вас интересует. Я в самом низу нахожу здесь «Раша». Выбираем. Ставим галочку «Напротив» и нажимаем «Далее». Не забываем здесь поставить точку «Напротив русский». Это панель управления. И сам сайт, что был на русском, тоже ставим галочку «Напротив русского языка». Нажимаем «Далее». Остается последнее действие «Удалить директорию инсталляции». Эта папка нужна только для установки движка на хостинг. В дальнейшем она не нужна. Нажимаем «Удалить». Надпись на кнопке меняется «Директория инсталляции успешно удалена». Можем пройти в панель нашего сайта Joomla. Нажимаем «Панель управления». Нас встречает окно авторизации. Здесь я логин создавал админ и пароль. Нажимаем «Войти». И мы попадаем с вами в админку нашего сайта. Сразу обращаем внимание на версию PHP. Нам система Joomla сигнализирует, что версия устарела. Давайте переключим на более современную версию. Это делается в настройках хостинга. Переходим с вами в домены. Заходим в наш домен. Находим здесь версия PHP. И переключаем с вами до версии. Я переключился на версию последнюю 7.2.9. Нажал «Ок». И сайт обновил админку. И сообщение у нас исчезло. То есть сайт работает. У вас также может быть, что вы первоначально не сможете даже попасть в админку. Вылезет ошибка. Если у вас так получится, я вам предлагаю сразу пройти в хостинг. Именно сюда в домен. У вас здесь, скорее всего, будет стоять старая версия PHP. Нужно ее изменить, сохраниться. И тогда сайт заработает. Теперь у нас все нормально. Переходя на сайт, фронтальную часть видим, никаких ошибок нет. И все у нас загружается.